Продолжение следует... 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 Моление, Владыка, Тебе, поющих неотверженно, ущедрить человеку легче, и подашь Тебе, верою просящим, оставление. В Троице простое, несозданное, безначальное естество, в Троице певаемые, по стаси, спасимые, верою в уклоняющейся державе Твоей. От Отца Безлетна Сына, в лето Богородительница, нескусонужно родила и сестра на чудо, прибывши Деяло, даящи. Песня. 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 Но в покаянии мя прими, и в разум призови, да не будусти жанья, не браш не чуждей, но спаси сам мя ущедри. И великих безместий во глубину низвельшейся, неодержима была и сей, но востекла и сей, помыслом лучше, крайним деянием яби добродетели прислала, ангельское естество Мария удививших. Нераздельное существо, неслитное лице, благословлю тебя, троеческое, единое божество и яблок, именно царственное, сопрестольное, вы пьюте песнь великую, свыше тревогу песнословимую. Нерождаешься и действуешь, и пребываешь обоюдно естеством Дева, рождеясь, обновляет законы естества, утроб уже рождает нерождающая Бог, и те же хочет, побеждается естества, чей творит Бог велико хочет. Песня. 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 Моя душе, распаляемая, их же благодать подашь и мне, Твоему рабу. Без страсти небесное стяжало и сея, в крайнем на землю житие мати, тем же Тебе поющим от страстей избави. Избавитесь молитвами Твоими, молись. Троица есть просто, нераздельно, раздельный личник, и единица есть в естеством соединенных. Отец глаголит и Сын, и Божественный Дух. Утроба Твоя Богом нам роди, воображенному нам, и Божия, по Создателям всех моли, Богородице, Да Твоими молитвами оправдимся. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Славу Цель Сыну и Святому Духу, имени Писна, и во веки Его. Аминь. Душа моя, душе моя, Слава Цель Сыну и Святом Сыну Ci quella, Слава Цель Сыну и Святой Гран지тии, Субтитры подогнали Симон. 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 Человеческая. Вот куда склонится сущность? Какую противоположность? Или в добрую, или в злую. Что получится, да? Куда мы пойдем? Если в доброе склонится, значит мы с вами что? Совершаем свой путь в Царство Небесное. А злое, если душа наша склонится, да, то куда мы с вами падаем? Конечно, в адское дно. Это мы с вами и сейчас ощущаем. Только нам стоит совершить какие-то плохие поступки, да, ощущаем в резине совести. Совесть является неким таким термометром нашего тела и нашей души. Когда совесть неспокойна, то и ничего не хочется. Все болит. И душа болит, и тело болит, и дух болит. Все болит. Неспокойно на совести. Когда же мы совершаем наоборот что-то очень доброе, хорошее, то душа наша спокойная и веселая. Ну вот что это помогает, да? Чтобы душа наша была спокойна и именно весела духовно. Не весела по-мирски, когда веселимся, увидит какую-то телепередачу смехотворную, в которой именно высмеется сам человек или наша страна. Нет, конечно, не такое веселье, а именно внутреннее веселье, спокойствие, радость такая во Христе. Что этому помогает? Помогает в то, что мы с вами вступили, в пост. В пост и в молитвы. Ну, конечно, мы сможем спросить, ну, можно, конечно, и без поста все знать. Конечно, можно знать и все, и без поста, и молитвы, и знать, что Бог есть, вот, знать, что есть святые, церковь есть. Конечно, мы это все можем знать прекрасно. Но, есть такая пословица, да? Сытая брюхо к учению глухо. Но она не только глухо к учению, сытая брюхо еще и глухо к чему? К молитвам. Так же, да? Вот попробуйте прийти вечером домой, хорошо поесть, да? Заходите вам молиться? Я думаю, не очень захотите. Быстрее вас потянут к телевизору на диван. Посмотрите. Можно даже включить союз. Скажем, вот, мы же союз смотрели. Ну, смотрите, смотрели. Ну, это все теоретически. А что такое теория? Теория, это значит, она как-то сметается ветром. Ничего не остается. Мы прекрасно знаем, что люди тоже, вот, когда заболевают, идут в церковь. Но, когда нет, именно, знаний таких, именно, духовной жизни, и человек не испытывает на себе, именно, вот такое постное стояние, то, чуть-чуть, сразу же человек от церкви бежит куда-то, к бабе-то лечиться. Потому что нет внутреннего содержания, нет опыта духовной жизни. Поэтому здесь, дорогие мои братья и сестры, конечно, должен быть наш с вами опыт такого постного содержания, да? Постного содержания нашей жизни, то есть поститься. Поститься, конечно, можно для каждого по-разному. Но пост без молитвы, этот пост, конечно, бесполезный. Это вот, и бесы, они же ведь тоже ничего не кушают. Им этого не надо совершенно. Но они не молятся Господу Богу. Просто не молятся. Вот этот человек тоже, когда не молится, он постится, он так называет, содержит диету, или просто, я вот пощусь дома, и все. Но не молятся, то мы видим, что с таким человеком происходит озлобленность. Страшно к нему подходить, к такому человеку. Такой пост не полезен. Поэтому здесь, конечно, взаимосвязь поста и молитвы, она очевидна. И мы с вами вместе с постом должны, конечно, совершать наше молитвенное правило. Вот когда мы это с вами делаем, тогда это все дополняется. Тогда пост имеет именно свое такое предназначение, исполняет, которое он должен и предназначать для нас с вами. А молитва в этом играет определяющую роль. Поэтому мы с вами, дорогие мои, должны вот так именно поступать, прежде всего. Не уклоняться от своего молитвенного правила. И мы, когда мы с вами совершаем, вот так пробуем, я думаю, что вы все пробовали поститься, и пробуйте поститься, да, как именно по-серьезному. Чувствуется, что вот телесно бывает тяжело. Устаем, особенно это ощущается на первой неделе поста, когда многие стараются все-таки приходить в кран каждый день. Пусть мы утром и вечером, но хотя бы вечером на канун Андрея Критского. Но ведь целый день они постятся, а кто-то пытается даже ничего не вкушать и даже не пить. Есть такое понятие отеческого поста, когда первые два дня человек ничего не вкушает и не пьет воды. Только вот в среду, после Божественной Литургии, как он причащается, он позволяет себе что-то покушать и попить водички. Вот когда человек так совершает свое молитвенное правило, именно молитвенное правило, и пост совершает, прежде всего пост совершает, то он, конечно, чувствует огромную слабость, но только стоит встать ему на молитву, то дух его воспылает. Сила откуда-то появляется, так же? У вас такое бывало? Я думаю, у многих такое бывало. Кто так пробовал? Потому что слабость ощущается в теле, но только человек становится на молитвенное правило, то откуда-то силы появляются. Вот так люди, которые слышали Господа Иисуса Христа, по несколько дней могли слушать Его Слово. Мы это знаем из Евангелия, когда Господь накормил несколько тысяч человек хлебами. А до этого что было? А до этого они несколько дней слушали Слово Господа Иисуса Христа. И Господь сказал ученикам своим, их накормить надо, потому что в дороге они ослабеют. Вот смотрите, да, это в дороге ослабляет, как Господь говорит. А ведь когда они были рядом с Господом, то они не ослабливали. Так мы можем на себе это ощущать. Когда мы с Господом, то есть молимся Ему, то откуда-то появляется у нас сила. От чего это происходит? От того, что совершается наша молитва. И дух воспылает, дух освобождается. А если мы не постимся, то какая может быть молитва? И молитвы никакой не будет. Потому что о чем будет чрево думать? Как быстрее отдохнуть? У нас, конечно, есть один Бог такой, Бог чрев. И человек поклоняется. Мы с вами этому чреву поклоняемся. Все, без исключения. Все мы любим покушать. Также любим покушать. Поэтому в той или иной мере мы все поклоняемся своему чреву, этому Богу. Но можно по-разному поклоняться. Можно именно это свое чрево и приручить так, чтобы оно и подчинялось тебе. А можно его распустить, позволять себе все, что возможно и что невозможно. Поэтому это тоже во многом зависит от нас и от наших желаний. И вот здесь это все очень взаимосвязано между именно вот такими двумя добродетельными постом и молитвой. Но чтобы это было не ясно более, что пост был не самоцелен, нужна молитва, обращение к Богу. А чтобы молитва была более действенная, потому что она тогда действенна, когда человек вдруг чувствует именно в каком-то напряжении, находится усиленном напряжении. Мы это знаем прекрасно из опыта многих людей, когда они много дней ничего не вкушали. Наши новомочники, исповедники. Но какая была сила их молитв? Солдаты, когда воевали во войне, перед страхом смерти, смерть, когда пули свистели и бомбы падали, снаряды тоже взрывались, осколки летели. Человек в окопе молился. И молитва была особенной усилий. Это тоже был своего рода пост, только другой немножко, но тоже был пост. Как только человек находится в таком состоянии напряжения, а пост это все-таки у нас напряжение, так тогда и молитва становится совершенно другая. Она более действенная. Есть еще одна добродетель, которая непосредственно связана и с постом, и с молитвой. Это милосердие. Это наше милосердие. Без милости и мы у Бога не обретем милости. Кто не оказал милость другому, тот сам эту милость не обретет. Что такое милосердие, да? Это оказание помощи. Можно по-разному оказать помощь, но прежде всего это доброделание. Это делать добро. И мы с вами знаем из практики, когда мы кому-то делаем добро, особенно тем людям, которые нас не очень-то любят, да? И мы вдруг сделали добро кому-то, от себя оторвали. Не просто от того, что у нас от достатка. Нет, мы оторвали от себя, от своего кармана, порой очень скудного кармана. Не хочется отдавать. Я ведь думаю, куда-то пустить эти деньги в другое место. Но вдруг мы отрываем и даем кому-то, но вдруг ощущаем легкость. Или приходим в больницу, к больному человеку, посетим его, посидим с ним, поговорим. А может быть, чем-то поможет, продукты принесем ему, успокоен его. Но вдруг тоже ощущаем, что удовлетворение, успокоение. И наша молитва становится какой-то более радостной. И в давние времена, когда люди постились, времена так усердно постились, наши предки с вами, они во время поста откладывали какую-то копеечку, чтобы потом эта копеечка собиралась, и они уже безболезненно, уже во времени поста могли спокойно кому-то чего-то жертвовать, кому-то чего-то давать. Как бы уже так сильно, не отрывая, казалось бы, от себя, но они оторвали. Они совершили подвиг в свое время, они постились. И в это время, во время поста, когда рацион пищи уменьшался, денежек у них становилось побольше. Они вот эту копеечку откладывали. Не вкушали того, не пили этого, другого, не пускались на какие-то развлечения, а все это откладывалось именно для того, чтобы потом, когда пост пройдет, оказать кому-то доброе, доброе дело. Вот видите, как, оказывается, из каких трех составляющих, взаимосвязывающих между собой, да, состоит наше с вами простое, как говорится, человеческое счастье. Из поста, молитвы и милосердия. Субтитры создавал DimaTorzok